Журналистка обвинила учредителя медиахолдинга в изнасиловании общества «Россия». 20.58.5 января 2019 года журналистка обвинила учредителя медиахолдинга в изнасиловании. Фото. Виталий Белоусов. Слешрия новости. Журналистка портала Сибирь.Реалии Екатерина Федорова обвинила соучредителя холдинга. Прима Медиа. Алексея Мигунова в изнасиловании. Свою историю Федорова опубликовала на Фейсбук. Женщина утверждает, что знает Мигунова с 2015 года. Одно время они работали вместе, а потом периодически встречались на ужин. 13 октября 2018 года они встретились в кафе. Мигунов был уже пьяный, заказывал им обоим крепкие алкогольные напитки, а потом предложил поехать к нему или к ней домой. Федорова пишет, что отказалась, тогда он пошел ее провожать, поцеловал у подъезда, и она открыла дверь. Девушка пояснила, что в те дни у нее была сложная ситуация в семье. В подъезде Мигунов стал хватать ее за плечи, толкать и тянуть на волосы, пишет Федорова. По словам женщины, у нее включился режим жертвы, и она боялась вызвать у него еще большую агрессию. В итоге Мигунов изнасиловал ее и разбил губу, утверждает журналистка. Федорова пояснила, что не подала заявление в полицию, потому что чувствовала себя виноватой и не была способна пережить еще одну порцию боли и унижения. Мигунов пока не прокомментировал ситуацию. Осенью 2017 года в социальных сетях был запущен флешмоб, участники которого пережили насилие и сексуальные домогательства. Незадолго до этого голливудские актрисы обвинили в домогательствах продюсера Харви Вайнштейна. Журнал «Тайм» признал авторов движения «Людьми года». В России и других постсоветских странах в 2016 году прошел флешмоб «Я не боюсь сказать», участницы которого рассказывали, как пострадали от харассмента. Больше важных новостей в «Телеграм» канале Лента дня. Подписывайтесь.